Я бы хотел проговорить с вами, господин Федоров, заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский, буквально свежайшее заявление, по-моему, это было сказано в интервью изданию Sky News, где он сказал, что однозначно с Путиным разговаривать он не будет, что после вторжения в Украину Путин для него никто. Конечно, это вызывает гордость у меня, как украинца, за то, что такая твердая позиция у президента, но, с другой стороны, не рискует ли Владимир Зеленский произнося такие слова? Ну, ведь он же не в первый раз произнес такие слова о том, что Путин для него никто, да, это в первый раз было произнесено, но ведь и, по-моему, где-то осенью господин Зеленский говорил о том, что переговоры с Россией могут быть только после ухода Путина. Было такое? Ну, по-моему, было. Это было такое, даже больше того я скажу, это было утверждено решением Совета национальной безопасности. Вот, да, значит, переговоры с Путиным были запрещены. Ну, я не знаю, как будут складываться ситуации, когда переговоры действительно станут реальными. Пока ведь о переговорах говорить можно только сугубо предположительно, потому что позиция России, ну, по крайней мере, та, которую декларируют публично, она, на мой взгляд, абсолютно для Украины, не только для политического руководства, но и для всего народа, неприемлема. Ведь о чем говорят в Москве? В разных вариантах, но говорят о том, что вот оккупированные территории, их называют новые территории, это будет Россия, плюс Крым, конечно, останется в России. Вот, вы это признаете, а тогда мы начнем какие-то переговоры о чем-то не совсем понятно, потому что дальше произносятся вот эти слова о том, что Украина не должна представлять угрозу безопасности России, на это, значит, накладывать определенные ограничения на вооруженные силы Украины, ну, и так далее, и тому подобное. Значит, это неприемлемо. Теперь позиция Киева и позиция Украины в целом, уходить на границы 91-го года, вот тогда мы начнем с вами о чем-то говорить. Ну, о чем говорить, значит, ну, как устраивать какие-то отношения, как закрепить вот эту ситуацию. Значит, это для сегодня, для Путина, я так думаю, неприемлемо. Значит, переговоры в ближайшее время, на мой взгляд, невозможны, потому что ни та, ни другая сторона, она от своих позиций не откажется. Поэтому, я думаю, что, говоря о том, что Путин, ну, во-первых, Путин для Зеленского никто, ну, наверное, так оно и есть. Я думаю, что он абсолютно искренне это говорит. И в самом деле, ну, как можно говорить с человеком, который развязал вот такую чудовищную агрессию? Причем агрессию не только военным, ну, бывают разные войны, но это война против народа, война, направленная на уничтожение государственности, на уничтожение самоидентификации украинцев. Ну, как можно говорить, ну, действительно никто. Я его очень хорошо понимаю. Ну, политика есть политика. Может быть, когда и если ситуация изменится, и в России как-то возобладает более разумный подход, если это вообще возможно, ну, тогда, тогда, может быть, Владимир Александрович Зеленский несколько изменит свою позицию. Ну, посмотрим. Кстати, сейчас очень интересно и очень важно будет смотреть, как развиваются события в смысле концентрации сил и России, и Украины, потому что мы все понимаем, что сейчас для переговоров, либо не для переговоров, а для каких-то переворотов, изменения ситуации, очень будут важны именно те большие удары, которые будут готовиться наносить и одна армия, и другая. Потому что есть все предположения считать, что удар какой-либо из армии может быть действительно таким решающим, последним и финальным в этой, по крайней мере, в этой фазе войны. Субтитры создавал DimaTorzok